Добрый день, дорогие друзья! С вами Петр Соколов. Рассмотрим сегодняшнюю ситуацию на финансовом рынке. Сегодня нас ожидают следующие экономические новости. Во-первых, обратим внимание, что сегодня ожидаются новости по Британии, Еврозоне и, конечно же, Америке. Откроют наше представление на финансовых рынках, будем смотреть, что будет происходить с фунтом. Ожидаем базовый индекс розничных продаж, показатели. Предыдущие показатели ожидаются. По прогнозу ожидаются более худшие показатели, чем предыдущие. Соответственно, посмотрим, что будет происходить на ожиданиях рынка. Далее в 12 часов дня будут выходить экономические новости базовый индекс потребительских цен в Еврозоне. И давайте рассмотрим, соответственно, на графиках, что нас сегодня ожидает и какие могут быть моменты интересные. Как я обозначал, в понедельник интересные уровни по евро-доллару. В принципе, так они и отрабатываются. Сейчас цена находится в канале от 1.1197 до 1.2775. Я уверен, что сегодня мы и поймем, будет ли это продолжение третьей волны восходящего тренда. Либо все-таки это будет подтверждение движения вниз, пробитие уровня 1.1197. Дальнейшее движение цены к уровню 1.1197. И пробитие уже и дальнейшее движение вниз, чего, в принципе, многие трейдеры ожидают. По фунт-доллару ситуация, в принципе, похожая. Если же смотреть движение цены с начала недели, мы видим, что сначала в понедельник она откорректировалась наверх. Далее пошло поступательное движение вниз, импульсное. И сегодня мы поймем, находимся ли мы в начале треть пятой волны. Либо все-таки можно будет ожидать пробития уровня Fibonacci с восходящего тренда на четырехчасовых графиках, да, 50. И движение вниз при пробитии цены 1.3131. По доллар-иене. Интересная спорная ситуация. Многие рассматривают движение наверх, но цена застряла между уровнями 38.2 и 76.4 восходящего тренда на H4. И сейчас мы, в принципе, видим, что цена находится вообще посередине в тот моменте пробития нисходящего канала. И сегодня, в принципе, я думаю, на американской сессии мы уже поймем, куда будет двигаться цена. И уже будем делать соответствующие, рассматривать соответствующие точки входа и понимать, все-таки мы покупаем, либо продаем в доллар-иену. Относительно золота, что хотелось бы сказать. Рассматривая движение цены по дневному графику, мы находимся в предположении, что сейчас идет, значит, зарождается третья волна на продажу, да. Это будет подтверждено пробитием уровня 1.1315 и дальнейшему движению цены 1.1301. Но сейчас, самый интересный момент, сегодня продолжается восходящее движение на часовых графиках, отбившись от уровня 23.6 восходящего канала двух прошлых недель. И тоже сегодняшний день, можно сказать, относительно золота будет иметь решающую роль. И мы увидим, какой мы будем ожидать тренд на следующей неделе. Ну и, конечно же, выступление, основной экономический фон, сегодня завершит выступление по еврозоне. Выступление президентом Бундесбанка Вайдмана. Дорогие трейдеры, желаем вам успехов в сегодняшних торгах. Все ждали этого дня, решающий день. Сегодня можно очень много заработать, получить профита, либо найти хорошие точки входа и взять движение по полной и по максимуму. Желаем вам успешного дня. На связи. С вами была компания Амаркетс.